Здравствуйте! Мы рады, что вы опять с нами. Новый урок представляет PSD-студия и я автор урока Марина Уланова. В данном уроке мы сделаем художественную обработку вот этой замечательной фотографии. И в итоге у нас получится вот такой художественный портрет. Итак, друзья, начинаем. И как обычно, нам здесь не обойтись без предварительной подготовки фотографии. В камере RAW. Правим профиль, подтягиваем света и тени. В общем, усредняем фото. Открываем фотографию в Photoshop. Делаем дубликат слоя. И сделаем техническую ретушь с помощью инструмента точная восстанавливающая кисть. Далее у нас на очереди фильтр пластика. Немного поправим изгиб руки у девушки. Сделали дубликат этого слоя с технической ретушью и заходим в фильтр пластика. Работаем нашим основным инструментом. Обратите внимание на настройки справа на панели настройки этого инструмента. Немного прическу. Руку немножко поправили. И возьмем инструмент с дутием. И он работает, друзья, смотрите как. С одной стороны вы ведете вверх, и он приглаживает выступающие нам ненужные части. А с левой стороны, если бы мы вели, мы бы вели этим инструментом вниз. Вот такой интересный инструмент. С помощью каналов проявим цвета и подправим немного тон нашей картинки. В синем канале выделили цвета и скопировали слои. Немного изменили непрозрачность. Вот видите, да, фотография стала помягче и цвета менее насыщенные. Далее у нас ретушь. Сочетанием данных клавиш делаем композитный слой. Или по-другому еще называется снимок экрана. Делаем дубликат этого слоя. Размываем по гауссу. В районе 7,9 ставим радиус. Меняем режим наложения этого слоя на затемнение. И на 50% ставим непрозрачность. Делаем дубликат, перетаскиваем лапкой его. И меняем режим наложения на замену светлым. Все складываем в папочку. Закрываем черной маской. Белой кисточкой проявляем действие этих слоев. Только на коже, друзья. Ретуши этим способом мне показалось маловато. Я решила добавить плагином портритуры. Сделала композитный слой и зашла в данный плагин. С левой стороны обратите на настройки. И с правой ставим галочку, чтобы у нас изображение вышло маской, где ретушь произведена только на коже. Смотрите, до и после еще больше добавилась мягкость в наше изображение. Еще делаем композитный слой. Создаем серый слой. Далее у нас этап прорисовки света теневого рисунка. Работаем инструментами осветлителя-затемнитель на серых слоях. Обратите внимание на настройки этих инструментов в верхней части нашей рабочей области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова рисунка мы закончили посмотрите до после далее очередь за текстурами добавляем в наше изображение текстуры вот эту текстуру перетаскиваем control-t вызываем трансформацию и размещаем меняем режим наложения на мягкий свет смотрим как нам больше понравится по маске ярко выраженные края вытрем еще одну текстуру следующим перетаскиваем режим наложения теперь экран это у нас блики такие интересные я подразумевала на в данной обработке эффект такого нежно-голубого солнечного утра вот эта текстура именно этот эффект нам с вами дали дублируем ее трансформируем вытираем кистью и размещаем чтобы все смотрелось красиво я собрала в папочку наши текстуры и посмотрите до и после видно да очень заметно друзья как изменилась наша фотография я немного дорабатываю казалось не слишком вот эти желтые блики на волосах я их немного вытираю и режим наложения вот у этих брызг таких светящихся я тоже поменяла следующую у нас на очереди обработка в лап режиме нашей фотографии делаем дубликат обязательно ставим галочку чтобы слои вышли у нас слитыми переводим в лап режим и кривыми сначала тон поправляем затем в канале а и затем в канале бы делаем насыщеннее и интереснее изображение здесь также сделаем композитное изображение контур а выделим все контур c копировать переходим в наш рабочий документ и контур в мы вставляем немного добавили голубых тонов вот так поприятнее немножко по голубей понежнее стала у нас картинка кривыми сделаем небольшую винеточку немного тоже добавим такого утреннего тумана сделаем опять композитный слой и продолжим работу фильтр камера рав также добавим виньетирование и по маске вытрем проявим наш композиционный центр то есть лицо девушки включим корректирующий слой кривые и подвинем в светах ближе гистограмме закроем все черной маской и белым цветом проявим справа вниз как падают вот у нас лучи света еще один корректирующий слой яркость контрастность добавим яркости делаем композитный слой заходим в каналы и выделяем опять цвета на синем канале и обратите внимание канал rgb не отключаем переносим скопированные света в цвете сейчас добавим резкости но сохраним кожу бархатной и мягкой поменяем режим наложения на этом слое на линейный свет зайдем в фильтр другой цветовой контраст поставим небольшой радиус и посмотрите у нас резкость добавилась но фотография осталась мягкой и кожа бархатной сделаем еще раз композитный слой и все таки с помощью фильтра контурная резкость мы с вами еще добавим резкости но закроем этот слой черной маской и оставим резкость только на деталях на глазах на губах на волосах теперь с помощью корректирующего слоя выборочная коррекция цвета займемся тонировкой сначала мы настроим тон кожи на модели первым действием с выборочной коррекции цвета затем еще раз включим тот же самый корректирующий слой но поменяем его режим наложения на цветность и теперь мы будем работать с окружением по маске соответственно мы вернем кожу модели следующим действием мы еще добавим утреннего яркого света на наше изображение создадим новый слой режим наложения экран и при выбранной кисти зажав alt появляется пипетка возьмем образец цвета с нашей фотографии подкорректируем цвет в палитре и произвольно выборочно наносим на нашу фотографию с той стороны где мы хотели бы увидеть блики еще один слой делаем режим наложения теперь перекрытия и добавляем голубого также третий слой в режиме перекрытия и добавляем солнечных зайчиков размоем этих зайчиков по гауссу корректирующим слоем микширования каналов еще поработаем над тоном и цветом кожи модели режим наложения поставим у этого корректирующего слоя яркость галочку монохромный и выбираем в красном и посмотрите наша фотография стала еще нежнее и по маске вернем детали работая черной кисточкой включим корректирующий слой кривые и еще светлее сделаем фотографию и затем сделаем композитный слой и заходим еще раз в камеру прав и здесь переходим на вкладку с эффектами выбираем радиальный фильтр и еще добавляем света верхнюю часть нашей фотографии размещаем его и в правой вкладке настроек настраиваем этот блик нажимаем на лапку на панели инструментов чтобы применить действие этого фильтра и выбираем градиентный фильтр на соседний инструмент он такой весь крутящийся я никак не наловчусь им работать но делает он весьма неплохие такие эффекты нижнюю часть я хотела немного притемнить фотография и добавить немного синего еще вот видите как трудно в общем то я с ним справляюсь но думаю еще наловчусь друзья это все как обычно конечно практика и практика также лапкой применяем его окей и заходим уже photoshop поставила маску я на него взяла черную кисточку черного цвета вытерла немножко блик корректирующий слой цветовой баланс открыла и добавила немножко красненького внизу по маске этот эффект вытерла еще немного свет прорисую я создала новый слой мягкий свет режим наложения белой кисточкой я добавляю светлых участков на изображение как обычно на этом у меня была закончена обработка спустя какое-то время я ее решил доработать и доработала слегка в лабе вот я вам сейчас показываю какие были финальные настройки у меня сделано вот работала яркостной кривой и далее уже работала с каналами а и б добавила немного желтого немного красного и посмотрите как засияла засветилась кожа на девушке и вот друзья очередная обработка закончена если что не понятно еще раз повторяю все вопросы можете задать в моем блоге на нашем сайте у нас планируется очень много интересного в самое ближайшее время друзья не пропустите и по данной обработке еще раз пройдемся вот данная фотография которую мы с вами обрабатывали и вот что у нас с вами получилось согласитесь разница есть обработка неплохая на ваш взгляд я думаю также ну и пока всего доброго и до новых встреч